Больше всего представителей домкомов интересовало, как рассчитываются суммы за работу лифтов. С 1 января за это и за свет в подъездах платят, исходя из количества прописанных. Жители считают это несправедливо. Прописан один, живет 10. 9, 8 человек. Извините, от делов века оплаты. Руководители ответственных госслужб соглашаются с мнением, но отмечают, какой бы механизм ни внедрили, недовольные все равно будут. Был тоже большой спектр вопросов от жильцов, которые не согласны были с распределением на квадратные метры по Амате и говорили о том, что в лифте ездят люди, а не квадратные метры. Энергетики объясняют, сейчас общую сумму за так называемую домовую электроэнергию делят на всех жильцов. И сумма зависит от количества потребленного. Иначе говорят, чем меньше пользуются светом в подъезде или лифтом, тем меньше платят. Но на деле все получается по-другому, утверждают жильцы. И тут же приводят примеры. В двух подъездах есть счетчики на подъезд и на лифт. Почему вот в этот месяц мне пришла бумажка 21 киловатт к лифту на голову проживающего? Надо конкретно разобраться, снять показания предыдущего места, посмотреть и сравнить. Но это только интенсивная сработа лифта. Вода. Еще один животрепещущий вопрос. По данным комитета ЦЕН, тарифы на водопотребление и отведение выросли на 43%. Это необходимая мера, говорят в водоканале. Последние лет 10 тарифы были сильно занижены. В итоге УВКХ из рентабельного предприятия превратился в убыточное. Кроме того, сети изношены на 70%, а средств на их замену нет. Только тариф, увеличенный почти в два раза, позволит нам менять примерно от 5 до 7 километров сетей в год. У нас в городе 350 километров. Сделали специально ГОП, для того, чтобы централизованно вносить туда. То есть, одними тарифами мы историю сейчас не исправим. Представители домкомов получили ответы на свои вопросы. И хотя не все сразу удалось решить, участники встречи отметили. Общественные слушания позволяют о многих проблемах сообщать руководителям коммунальных служб напрямую. А значит, решаться они будут быстрее. Инна Сипита, Александр Бондарь, Первый Приднестровский.